ребята это бэкстейдж однажды в россии сегодня у нас гостях великолепный азамат мусагалиев екатерина маргунова выйду из кадра вот такой торт сегодня мы читаем комментарии читаем комментарии как мы делали это в прошлый раз только в тот раз миллион раз назад читайте комментарии нет сами не читайте к сожалению мало читаю именно комментарии вообще иногда интересно значит мы слушаем комментарии и вы его оцениваете лайк или дизлайк давай окей все погнали обожаю однажды в россии спасибо за то что делаете можно пожалуйста больше номеров с азаматом азамат не кажется ли тебе что стало мало номеров конечно мой на комментарии прочитали во первых да я специально завел даже аккаунт на ютюбе или в ютюбе как правильно говорить без понятия я не заводить в ютюбе в ютюбе да 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 и я полностью согласен с комментатором конечно нужно больше да ты тоже за это голос у меня есть кое-какие там ходы мы ставим лайк этому конечно же лайк а вы смотрели на ютюбе номера вы знаете что выкладывают как бы не не просто номера номер с фейлами еще со всякими зонами где кто-то забыл слова где кто-то там который хочется еще и самим пересматривать хотя знаем и тебя людям очень сильно нравится но я вот нашел один зачем нам эти фейлы перестаньте уже пожалуйста вам самим нравится этот формат за фейлами да да конечно потому что зритель не видит вообще по сути самого смешного номер смешной так еще и он не видит самого смешного что происходит по крайней мере для меня таких потрясающих выходов воробья да понимаете вот вот они же они же видят готовое а это двадцатый или тридцатый выход понимаете человека попытка записать эту фразу поэтому а все эти 30 мы уже пересмеялись и поэтому просто даем так сказать остатки да и то есть зрители тоже достойны увидеть это конечно 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 зрители то есть этому комментарию дизлайк это это не согласны с ним даже зазевал я в этот момент вот такого комментария хочется только зевать поэтому мы ставим ему дизлайк так вот такой из комментариев мне одной показалось что ребята уже наелись и не стараются да я согласен с этим комментариям если ей одной показалось мне одной показалось это вопрос мы отвечаем да да тебе одной показалось показалось ты ну то есть ребята стараются за даже на крайне слезы текли бы что у них нормально девочки мне реально же ты чё так играешь это переигрыш такой он такого не делал на репетиции в этом есть денис выходит вообще другие номера играет дорог теряет по 7 8 килограмм после съемок против актеров ничего не имею но номера ужасные все ниже пояса качественного юмора на просторах тв почти нет респект уральским пельменям вот ну во первых очень интересно что дмитрий брикоткин заходит на я в эту сторону на youtube канал дмитрий респект вам респект вам уральские пельмени действительно это рок-н-ролл что хочешь сказать мы во первых приглашаем шоу уральские пельмени к нам на съемке шоу однажды в россии потому что они почему-то за 20 лет этого не сделали ни разу а мы вот впервые за 10 лет решили это сделать уральские пельмени приходите к нам на съемки шоу однажды в россии только чур не подглядывать у однажды в россии кризис жанра так ну вполне вероятно что это так действительно мы будем трезво смотреть я не согласна я пожалуй соглашусь не хватает чего-то чего мы не можем найти до идеального состояния шоу однажды в россии не хватает чего-то чего ничего не мы не авторы не можем найти вот на протяжении 10 почти лет начиная с 2013 года с 28 сентября по моему 2013 года мы не можем найти именно вот это сначала мы не искали с 28 сентября а потом мы стали искать где-то с 28 сентября 2022 года мы начали очень скрупулезно искать что же нам не хватает что же чего-то не хватает понимаешь в россии еще в поисках да вот мы специально занижаем свой уровень мы специально входим в ситуацию состояние кризиса чтобы нам было куда расти потому что мы не раз задевали этот потолок ну и зачем нам эти ну такие вот взгляды с завистью из уральских пельменей зачем нам кто вот это вот будет глазить нас например поэтому и мало номеров с азаматом специально сначала думали чтобы номера и наши двигались по кругу знаешь менялись до в зале сидел александр рева или елена воробей мы сначала думали так мы сначала даже думали так чтобы поссориться и кто-то двое отдельно поехали на гастроли но мы поняли что это все не идеально понимаете это классно но это не идеально не вышка не вышка это не идеально у однажды в россии есть кризис жанра да и это здорово это здорово и это двигает шоу вперед да еще больше здорово что мы это понимаем понимаешь и вот сейчас смотрите какой метаморфоза произошла просто вот буквально в твоем youtube шоу произошла это шоу так это наше произошла целая метаморфоза сначала катерина была не согласна со мной а вот концу буквально на 44 минуте наши беседы она пришла к тому что действительно мы переживаем кризис жанра но мы ставим лайк этому комментарий мы ставим лайк этому комментарию да и даже поаплодируем конечно давай на есть хорошая есть комментарии ты не подготовился ты зря не читаешь хороший комментарий есть хороший комментарий с которыми тоже нельзя соглашаться ну там сложница типа дамер целаев листа это такое как нет там есть такое что типа там азамат просто летает по номеру как пушинка но и такого же него но это же не правда или там миша какой ты силач но это же чепуха ну а если говорить без иронии ребят спасибо огромное что вы подписываетесь и скажем аудитория шоу однажды в россии растет не по дням а по реально взрослеют люди да да люди взрослеют и вместе с вами и вместе с нашими номерами взрослеете и вы годами и вы как-то становитесь вот эта статистика что плохих комментариев все меньше и меньше а хороших все больше и больше говорит о том что шоу однажды россии положительно влияет на аудиторию положительно люди становятся добрее люди становятся приветливей люди становятся счастливее спасибо вам большое а это было это был бэкстейдж однажды в россии ребята подписывайтесь пишите комментарии обязательно пишите комментарии потому что все их читаю я по тысячи по тысячи сто спасибо я еще у вами там съела пару крылышек луковое колечко ну не работа а счастье просто русский в новом сезоне засловно наши одни загадки зачем защита нафига батю эксгумирую узнаю насколько он мне батя саня кучин докопается таки до истины ну здравствуй папа и до любого кто встанет у него на пути ученик на планете 12 тысяч человек ровно да и все они в этой папке готов купить цена вопроса 3000 а вам зачем да есть вероятность что я американец тогда в долларах патриот новый сезон с 13 февраля в 8 вечера найду слово сына на тнт